Прошу всеобщего поучастия. Есть какие-то вопросы? Можно мне? Да, всем можно, пожалуйста. Я не вижу просто никого. Это я Сергей Дмитриевич Серебряный. Знаете, я хотел первому докладчику задать вопрос. Там промелькнула мечеть. И докладчик сказал, что там какой-то был склад или лапидарий. Каким образом музеифицируют в основном античные памятники. Но насколько я понял, в городе Мангалии там больше слоев. Там античный, потом есть какой-то, видимо, мусульманский слой. Вот, так сказать, эта мусульманская часть истории, она подвергается какой-то тоже музеификации? Или есть ли там и современные мусульмане, которые просто живут и используют эти памятники? Да, спасибо за вопрос. Да, смотрите, да, действительно в городе есть и ранне-средневековые, и непосредственно уже средневековые и нового времени слои. Но сохранилось очень мало. То есть, по сути, действительно единственное старое здание, которое есть, это вот эта мечеть. Которая, она, когда я сказал, что использовалась как лапидарий, это даже не столько про хранение вещей внутри здания мечети, сколько во дворе, да, где есть средневековые кладбища, ну, и не только средневековые, да, то есть, в принципе, там кладбище, да, 16-го, 17-го, 18-го веков мусульманское. И там же, да, какое-то время хранили еще и античные вещи. Дальше, да, сейчас это не столько исторический слой, потому что мусульманская община еще в определенном количестве присутствует в Мангалии, конечно, значительно меньше, чем в 17-м веке, но это, честно говоря, не влезало в эту тему. Но сейчас мечеть, насколько я понимаю, в том числе и действующая, но мне это надо проверить. Скажите, а вот... Там была единственная, да, одна еще деталь, да, и сама мечеть тоже была отреставрирована в 17-м, по-моему, в первом году, в том числе при участии тех специалистов, двух из них, по крайней мере, да, Баша и Маншелеску, которых я упоминал. Скажите, а вот в современном румынском языке слово «мангалия» имеет какие-то, так сказать, ощутимые семантические корни? Откуда это слово? Так, насколько я помню, это, в принципе, в основном его турецкое название «мангалия», которое, может быть, восходит как раз к чему-то греческому, надо проверить. Ну, большое спасибо, очень интересно. То, что вы мне рассказывали, то, что вы рассказывали из личных моих воспоминаний, напомнило мне Феодосию. Вот, там тоже во дворах музея, музея исторического, просто навалом лежали камни с надписями разных эпох. Их даже еще и не очень, это было еще в 60-е годы, я не знаю, как там сейчас. То есть, это тот же, в общем, культурный ареал. И это страшно интересный опыт в Мангалии, его использовать для других городов при Черноморье. Не знаю, насколько он используется. Ну, я не думаю, что он используется именно как бы так вот осознанно. Мне тоже показалось, что неплохо было бы вот такой доклад прочитать именно для публики, занимающейся тоже при Черноморье, просто другими его субрегионами. Этот опыт, в принципе, мне кажется, малоизвестен, он не был, так скажем, в какую-то музееведческую литературу. Мне кажется, она мало вошла. То есть, есть довольно много литературы, научной литературы, где занимаются, собственно, советские, ну, точнее, застройкой непосредственно курортной зоны, в которой не упоминаются вот эти музейные здания никак. То есть, ну, есть, на чем можно сконцентрироваться, очень масштабные строительства там велос. Да, но в музейческую литературу не вошло. Да, вот здание в Констанции, да, оно более известное, которое, да, вот над мозаиками было возведено, и, ну, на русский язык, да, тоже переводилось там и здание по этому зданию, так что оно более известное. Спасибо вам большое. Очень интересно было вас слушать. Спасибо большое. Я тоже присоединяюсь к этому, к этой оценке и самого явления, и доклада, потому что действительно очень интересно посмотреть глазами человека, кто туда приходит и все это видит, рассматривает, оценивает. И, конечно, интересно даже те слои вот этого профессионального подхода, который вы тоже видели, да, вот на протяжении длительного времени. Все это тоже изменилось. А сейчас, да? Можно я два слова? Я, ну, хочу поблагодарить всех докладчиков, и особенно Анну Алексеевну, потому что, да, вот эти все преобразования в Эрмитаже, они, конечно, потрясающее впечатление производят. Спасибо большое и за работу, и за доклад об этом. Спасибо, спасибо. 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 Для большого Эрмитажа, и для античности это просто вот неокновенно, как говорил ваш директор, приумф музеев. В данном случае, конечно, это приумф античной части музея. Спасибо большое. А можно тоже пару слов? Ой, извините, я перебила, извините. Знаешь, там есть очень много всяких таких элементов в течение вот этой работы большой, огромного, это же больше 20 лет, как вот мне так кажется, да, и там очень интересные дискуссионные моменты, как это все обсуждалось, как это все делалось. Я надеюсь, что она есть и пишет, как громад любви, по любви, побольше. Да, спасибо. Спасибо. Да, спасибо большое, я тоже хотела присоединиться ко всем этим словам, потому что, в самом деле, то, что показала Анна Алексеевна, просто поразило. Ну, конечно, мы все это видели, но как бывает, в Эрмитаж приходишь и в основном идешь по своим делам, а по этим залам пробегаешь. Но даже пробегая, они производят сильнейшее впечатление, и, знаете, здесь мне кажется, что в этом смысле вот этот союз Лео Фон Кленце и Эрмитаж выиграл некое такое виртуальное соревнование у Лувра с Персией и Фонтеном, потому что, но Лео Фон Кленце, с одной стороны, и Фонтен и Персией, с другой, они работали примерно в одно и то же время и работали примерно в одном и том же стиле в неоклассике. Но Кленце, ну, в питерском своем проекте и в Баварии, в Мюнхене, он, конечно, оказался как-то вот изящнее, точнее, лучше, может быть, потому что его вдохновляли идеи Винкельмана, чем Персией и Фонтен. И в Лувре же тоже сделали реставрацию и обновление, и показали очень хорошо все эти живописные панно, где и Энгр, и все академисты, и неоклассики, и прочее, прочее. А все равно у Зала Эрмитажа они лучше смотрятся и выигрывают. Так что Эрмитажа за это огромное спасибо, правда, это... Спасибо большое, спасибо, спасибо, огромное спасибо, спасибо. Ну, это так, это правда. Спасибо. А вообще все доклады были очень интересные, спасибо большое, просто слушать было удовольствие, правда. Еще какие-нибудь мнения, может быть, кто-нибудь хочет перескутировать, какие-нибудь там интересные особенности? А можно еще маленький вопрос до Маши по поводу первого доклада? Если есть время, секунду буквально. Я хотела спросить, вот эта музеификация именно Тумулуса, да, Кургана, как бы то, как это было сделано, оно немножко напоминает то, что впоследствии в более серьезном масштабе было сделано в Виргине, потому что тот же концепт как бы некого такого Тумулуса, который накрывает реальный Тумулус и превращается в музей. А есть ли какая-то, может быть, связь между этими проектами, или это как бы они отдельные два концепта? Есть ли еще какие-то подобные решения в связи с Тумулусами? И чтобы это было не просто, ну, как, скажем, в Гордионе, когда нет внутри музея почти, есть только Тумулус, а именно когда Тумулус превращается в музейное пространство. Да, на самом деле я, может быть, хочу как-нибудь тоже немножко еще подумать об этой теме, именно вот музеификации как бы Курганов, Тумулусов и различных его вариантов. Я думаю, что как раз Виргина отчасти, ну, могли как бы ориентироваться на то, что было в Мангале, это понятно, это все очень близко, это все знали. И я уже начал немножко в это направление копать, но еще не знаю. Из других примеров есть, это не совсем то же самое, потому что вот, например, в Молдове, в Кукутене, там над одним из Курганов четвертого века сделали навес, но это как бы ротонда. Она образно как бы отсылает к форме Кургана, но не воспроизводит его, да, то есть это скорее вот такой вот навес. А вот надо вот смотреть, может, коллеги еще что-то подскажут, может, еще, да, вот где есть вот такая попытка сделать такой подземный музей под Курганом. Ну и, конечно, Свиштари. Да. Как еще пример. Ну, там нет этого, этой архитектуры, как бы, там нет Кургана как такового снаружи, насколько я помню. Нет, там есть Курган, там есть Курган, просто в него интегрирован, то есть из него как бы торчит, да, кусок, вот как бы, соответственно, пристроен, музей пристроен к Кургану и потом уводит под него. Да, то есть вот эта входная зона, она более, ну, имеет более развернутое архитектурное, более развернутое архитектурное оформление. Но, на самом деле, здесь еще очень интересный опыт и в Болгарии, и с фракийскими памятниками, ну, и с фракийскими, и в Казанлыке, и еще в ряде других мест очень интересный тоже опыт, и вполне неплохое. Я уж не говорю про Софию, которая вся стоит на античных руинах, и под ней вот тоже очень много, что прекрасно музеифицировано и показано, очень хорошо, по-настоящему хорошо. Да, вот Болгария вот очень хорошие дает примеры, вот, да, вот Свиштаре, то, что я упоминаю, да. Но вот здесь мы хотим найти именно вот эти вот моменты, не вообще, когда там, ну да, когда там в подвале. Нет, да, речь не о том, когда музефицируют гробницу или там конкретный тур. А именно вот Курган. Это превращается в музей, да. А эту тему мы, может быть, как-то рассмотрим в отдельной какой-нибудь конференции, я думаю, что это очень интересно, не прям конкретно, вот музейную тему в том, но вот вообще музефикацию. Интересно. Да? И может, да.